Добрый день, дорогие участники, слушатели конференции, как оффлайн, так и онлайн. Я буду пытаться рассказывать про Клеопатру Третью и ее интересное жречество и его особенности. В эллинистический период царицы правящей династии в Египте, династии Птолемеев, отождествлялись с египетскими богинями, и наиболее значимой из них была Исида. Ей поклонялись в Египте на протяжении всего периода фраонов, и в эллинистический период она была еще и переосмыслена в качестве супруги нового бога Сераписа. Кроме того, эллинистическая Исида переняла на себя атрибуты и некоторые функции других богинь. Моряки и торговцы перенесли ее культ из Александрии в греческие и, в конечном счете, в римские поселения по всему Средиземноморью. Как воплощение божественной богини-матери, хранительницы семьи, олицетворения справедливости и верности, Исида, очевидно, стала ведущей богиней династии Птолемей. Как правило, отождествление цариц с Исидой прослеживается эпизодично и косвенно. Через использование божественных эпитетов богини относительно цариц, через тождественные Исиде изображения цариц на рельефах храмов и на стеллах, с использованием традиционной символики и божественных атрибутов Исиды. Однако особого внимания в данном вопросе заслуживает царица Клеопатра III, которая в рамках династического культа Птолемеев именовалась непосредственно Исисмигалой Мэтр Теон. Примечательно, что все предыдущие цари и царицы династии были включены к культ под своими собственными, своими личными именами с использованием приставки Теос или Теа, чтобы подчеркнуть божественный статус. Именуясь непосредственно как Исида, без использования собственного имени и без Титуа Теа, Клеопатра III предстала как живое воплощение богини. И в настоящем докладе предлагается рассмотреть следующие вопросы, связанные с темой. Существовали ли предпосылки для такого отождествления? Каковы были особенности жречества священного жеребенка Исиды, Великой Матери Богов? И в чем заключалось политическое и религиозное значение такого жречества? Основой источниковой базы составляют папирусы из разных собраний, найденные преимущества в арсенаитском номере, в Мемписе и в Александрии. Сообщения античных авторов Полибия, Деодора и Юстина и некоторые вещественные источники. Сосуды для возлияний, скульптурные портреты, храмовые рельефы. Исследований, посвященных целенаправленно Клеопатре III, не так много. Как правило, историков интересуют политические аспекты, вопросы ее соправления сначала с Птолемеем VIII и Клеопатрой II, а затем со своими сыновьями. Либо культ Клеопатры III рассматривается в общем ряду других представительных династий как некое промежуточное звено между Арсеной II и Клеопатрой VII. Среди работ стоит отметить диссертацию Тарес Эва Лассатер. Она охватила, в принципе, довольно всех значимых царей с династией Птолемеев. И другие статьи, вышедшие совершенно недавно, в 2020-2022 год. В работах, однако, почти не уделено внимания значению жречества Ейрос Полос, если говорить по названию. Зачастую можно прочесть лишь краткую оговорку, что данным поступком Клеопатра III возвысилась по статусу над своей матерью, Клеопатры II. Однако, важно рассмотреть и взвесить также другие последствия учреждения данного жречества, в общем-то, что мы и постараемся сделать. Рассматривая предпосылки создания жречества, в котором Клеопатра III предстала как воплощение Исида, матери богов, необходимо проследить, как отождествлялись богини-предшественницы. Так, супруга Птолемея I, Береника I, уже была ассимилирована с Исидой в ипостаси божественной матери. На стеле, найденной в Комальхисен и представляющей собой версию канопского указа, Береника I стоит после своего мужа в конце процессии предков Птолемея в короне из коровьих рогов из солнечного диска. Надпись над изображением гласит «Нот, начер Беренике, божественная мать Береника». Ее супруг Птолемей в короне Осириса называется там божественный отец Птолемей. Данный эпитет Береники вновь появляется на воротах храма Хонсу, также встречается в Папирусе из Крокодилополиса. Арсеноя II, одна из самых обсуждаемых царей с династией, ассоциировалась с Исидой в ее храме в Пиле в качестве сюнау-стея по указу ее супруга Птолемея II. И, собственно, также царицы, отождествленные с Тюхе и Исидой, поклонялись вместе в Александрии и Наделосе. Название Александрийских улиц, в которых упоминается Арсеноя II, с различными божественными эпитетами, в том числе Карпофорос и Никейс, в качестве ассимиляции с Исидой, также разбираются исследователями, например, Дороти Томпсон. В дальнейшем на примере культа Клеопатры II, кстати, будет видна связь двух богинь Исиды и Диметры, поскольку названия улиц Александрийских в честь Арсеноя содержали эпитеты как в честь Исиды, так и в честь Диметры. Карпофорос в целом может относиться и к той, и к той богине. Арсеноя II, Береника II и Арсеноя III представлены на изображениях специальных глиняных амфор для ритуальных возлияний. Минимум на четырех кувшинах Арсеноя II им называют Исидой, а Гатес Тюхес Арсеноя с Филадельфу Исидой. А поскольку иконография на всех кувшинах данного типа идентична, можно предположить, что Береника II и Арсеноя II также могли с помощью этих изображений на сосудах ассоциироваться с Исидой. Береника II в ипостасе Исиды, в ипостасе Меттертон, обнаружена в надписи середины III века из Крокодилополя. Также существует папирус временной управления, где она тоже ассоциирована с Исидой. Таким образом, уже ранние царицы династии Птолемеев отождествлялись богине через ипостась божественной матери или матери богов. Но если ранее цариц ассоциировали с Исидой в роли верной благодетельной супруги, в роли матери, то далее в это отождествление вкладывались уже определенные коннотации власти и полномочий. Так царица, ассоциирующая себя с данной богиней, являлась гарантом стабильности династии защитницей правящего царя, а порой даже защитницей в политическом смысле, то есть царица могла быть регентом при малолетнем сыне. Справедливо признается, что Клеопатра I заложила основу для развития культа цариц, для нового витка, который усилилась при ее дочери и внучке. Но об этом почему-то вскользь только упоминают исследователи. Клеопатра I носила титул «Божественная мать» по отношению к своему сыну Птолемею VI. Вот его изображение есть на слайде. Позже Птолемей VI взял эпитет любящей мать. Когда отец Птолемея VI преждевременно умер, Клеопатра I стала регентом при Птолемею VI. О ее статусе свидетельствуют протоколы датировки, где ее имя стояло перед именем сына. В конечном счете Клеопатре, как и Исиде, пришлось оплакивать кончину своего мужа, затем она стала защитницей их сына, во многом так же, как и Исида для Гора. Клеопатра II предстает противоречивой и сложной фигурой. Ее связь с Исидой транслируется в основном эпиграфически. Конечно, есть и папирусы, и я их обязательно найду. На переднем пилоне храма в Пивах Птолемей VI и Клеопатра совершают подношение богине Исиде. Это картинка слева. И здесь стоит заметить, что непосредственно Клеопатра II именно совершает приношение. Она не сопровождает царя простой фигурой. Она не стоит с приветственным жестом, как это бывает у других цариц. Например, в гипостильном зале храма Исиды в Пиле, где изображены уже Птолемей VIII, Клеопатра II и Клеопатра III, видим, что Клеопатра III изображена без подношений, просто с приветственным жестом. Что может также говорить о том, что роль Клеопатры II и ее статус выше. Практически все исследователи согласны, что из-за неоспоримого авторитета Клеопатры II при дворе и ее умелых действий и умения привлекать на свою сторону союзников она смогла некоторое время править самостоятельно, а Птолемей VIII и Клеопатра III с детьми были вынуждены покинуть Египет. И таким образом, именно в этом историческом контексте, в период противостояния двух монархов, по сути, Птолемея VIII и Клеопатры II, около 131 года до н.э. для Клеопатры III было учреждено особое жречество, священный жеребенок Исиды, великой матери богов. При этом надо заметить, что Клеопатра III была уже включена в династический культ, то есть уже в Птолемейде было ее женское жречество с названием для Клеопатры дочери царя. Новое жречество имело несколько важных особенностей. Возможно, историки полагают, что таким образом Клеопатра III возвысилась в религиозном отношении над своей матерью Клеопатрой II. Особый статус нового жреца Ейроспола сведен по протоколам датировок, где данный жрец стоит сразу после жреца Александра, и раньше всех других жрец, раньше жрец Береники II, Арсеной II, Арсеной III. Это понижение статуса предыдущих цариц и возвышение статуса Клеопатры III продолжалось в период ее совместного справления уже и с ее сыном. Справедливо замечено, что все предыдущие Птолемеи были допущены к культ под своими личными именами, а Клеопатра III использовала имя Исиды. Ее отождествление позволило интерпретировать любую статую Исиды как Клеопатру III, в то время как любую статую Клеопатры III, изображенной в платье с характерным узлом Исиды, это такой новолинистический наряд, можно было рассматривать как статую самой богини. Еще одной особенностью можно считать, что, как и в случае с жречеством Исиды, у Клеопатры III был жрец мужского пола, мужчина, хотя традиционно у цариц были жрецы-женщины. Сама его должность Иерос Полос отсылает к культу Деметра в Месении и Лаконии, где Деметре служил одноименный жрец. При этом Деодор отмечает, как Деметра установила законы для греков, так и Исида установила законы в Египте. То есть в этом отношении важен такой политический аспект нового жречества. Существует список упоминаний данного жреца в греческих и в демотических папирусах. Иерос Полос плюс-минус все время статичное название. Далее формулировка Исиды Великой тоже мало меняется, а вот Великая Мать Богов или Великая Мать Бога существуют различные варианты. Встречается как Исида Владычица Мать Богов, встречается Исида Великая Мать Бога, встречается Исида Великая Мать Богов в зависимости от папируса. Это по-гречески более или менее такая стандартная формула Исис Мегало Метер Теон или Исис Метер Теон Мегало. Отождествление Клеопатры III с Исидой Матерью Богов было ловким входом. Это укрепило ее собственное положение, слабило положение Клеопатры II. Данное жречество кажется нам апофеозом обожествления, которое трудно превзойти. Но буквально после смерти Клеопатры II в 115 году до н.э. к династическому культу Клеопатры III добавляются сразу три новых жидицы. Это Стефанофорос, Фосфорос и Ерея. Все они при датировке папирусов идут сразу за священным жеребенком Исида Великой Матери Богов. Этим, конечно же, Клеопатра III не ограничилась, и она расширила свое имя до Филомиторса Тейра Дикайсюна Некефорос. В данном случае Филомиторса Тейра отсылает к Клеопатре II, которая носила такой же титул. То есть, по сути, дочь как бы поглотила титулатуру своей матери. Дикайсюна трактуется как любящая справедливость. Это древнегреческий эпитет, опять же, Диметры. И Некефорос — это та роль, в которой Клеопатра восстанавливает порядок над хаосом, видимо, предыдущих лет правления, и празднует победу, как Исидов празднует победу над Сетом. Можно привести такую аналогию. Но не удовлетворившись этими приобретениями и почестями, примерно в 107 или 106 году на нашей эре Клеопатра учреждает еще одно жречество. Жречество при жизни царицы Клеопатры. Здесь тоже жрецом является мужчина. Конечно, таким образом Клеопатра стала просто рекордсменом при жрецом династии Птолемей. В чем же значение? В общей сложности у Клеопатры III получилось семь жреческих санов, учрежденных от ее имени. И создается впечатление, что жречество Исиды, Великой Матери Богов, действительно как бы создано для того, чтобы ослабить авторитет Клеопатры II. То есть это такой кейс-стадии, которая не раз могла похвастаться ролью как раз матери, то есть в этой ипостаси отождествить себя с Исидой, поскольку Птолемей VIII убил ее сыновей, в том числе своего собственного. Так что Клеопатра II уже не могла выступать гарантом стабильности, легитимности и династии. А Клеопатра III, имевшая двух сыновей, могла ассоциироваться с Исидой и, конечно, могла обеспечить будущее династии и ее стабильность. При этом утверждение некоторых исследователей о том, что жречество было направлено исключительно на египетскую элиту, кажется не совсем верным, поскольку в папирусах сохранились назначения как греков, так и египтян на эту должность. Также утверждение, которое почему-то встречается в современных статьях о том, что гиросполос – это уступка для греческого населения, а дальше Исида – Великой Матери Богов для египетского. То есть это некий такой синтез. Тоже кажется не совсем верным, поскольку традиционно существовали и греческие, и египетские названия жрецов у цариц. То есть Атлафорос, Каньфорос, также их египетские аналоги. То есть не совсем это такой синкретизм. Расширение института жречества может говорить о стремлении царицы усилить свою роль при дворе, поскольку, как правило, культ отправляли приближенные двора. То есть через назначение на должность жреца возможно было высказать свое особое расположение, удостоить почетные должности и поставить в зависимость от правящего лица. Гиросполос открыл для Клеопатры третий путь к египетскому трону, и с него начался внушительный список жречеств, которые обеспечивает царица небывалый до этого статус. Продолжили ее отождествление с Исидой, Диметрой, Хатрой, Тюхейд, другими богинями. Безусловно, в таком свете правитель, будь то женщина или мужчина, выглядит внушительно авторитетной фигурой, положение которой сложно оспорить. Таким образом, единственная из цариц эпохи Птолемеев, Клеопатра III, обрела свой статус независимо от мужской власти, как вдова, не жена, на равных участвовала в совместном правлении со своими сыновьями, и поэтому могла оказывать почести самой себе, а не зависеть от воли партнера мужчины или иностранной державы соперником. Далее небольшой список папирусов, но здесь уместились не все, с которыми удалось поработать. Список работ, в которых упоминается данная жречество, но здесь опять же нельзя. Благодарю за внимание. Спасибо, Ольга Александровна, за такой интересный доклад. Просто гимн Клеопатрии III, как воплощение Исиды, великой матери богов. Субтитры создавал DimaTorzok